приветствую на моем канале с вами виталий щеглов сегодня 7 марта я выбрался затестировать сделать обзор лорик лорик же вышел у нас актив тарги 2 также голова вышла hds 12 pro но про голову это особо мы сейчас тестить не будем принципе она практически не отличается от старой если использоваться актив таргетом но сегодня мы будем тестировать актив тарги 2 по сравнению с гармин panoptics lvs 34 датчик и 32 датчик для гармина у меня два голос 10 подключено к одной голове гармин gps map 8412 взял два датчика 32 34 чтобы сделать какой-то такой более интересный полноценный обзор не стал я делал всякие там распаковки как это все выглядит в коробке актив таргет 2 датчик приставка и так далее принципе кому интересны эти размеры вот они на экране можете посмотреть поставить паузу ну или поискать их в интернете мне больше интересует как он себя ведет как он себя показывает по сравнению в большей даже степени с 34 то что он лучше будет 32 это сто процентов а как с 304 он будет бороться у нас сейчас мы узнаем что я буду делать я сделаю несколько лунок но я их уже сделал на разных дистанциях и буду опускать разные приманки сначала посмотрим допустим 5 дюймовая приманка это изи шайнер у меня там 20 джек головка посмотрим как ее видно на одной дистанции как ее видно будет дальше дальше и дальше и после того как она на какой-то у нас дистанции пропадет допустим актив таргета или может быть она пропадет у 304 датчика актив таргет она будет видно мы поставим уже 8 дюймовую и сделаем еще расстояние и посмотрим где что у нас теряется то есть какой датчик бьет дальше на одну и ту же приманку опустил я 5 дюймовую приманку на дистанции получается 12 метров вот и поднимаю вверх вниз сейчас мы 32 датчик и актив таргет 2 есть помехи есть помехи друг на друга они дают сильные помехи сейчас я вытащу гарминовские датчики так вытащил 32 34 давайте тоже для чистоты эксперимента вытащу 34 тоже так вытащен вот приманка ну видно хорошо видно хорошо по настройкам что у меня тут стоит в настройках контраст авто авто он почему-то аж плюс 21 выкрутил оставим авто устранение помех среднее давайте поставим высок высокая высокий поставили ну не знаю что-то поменялось нет ну чуть-чуть да чуть поменялось давайте оставим на среднем передний диапазон 40 метров как я говорил нижний диапазон 16 больше опций сетка нам не нужна стабильный обзор но ты наверно что-то типа как ахреса я так думаю как ахресу гармина палитра у меня стоит третье можно вторую первую четвертая пятая шестая седьмая на 8 вообще ничего не видно оставляем третью не помню честно какая именно для актив таргета лорика ну пускай будет у нас третье так ну приманка видно сейчас проверим как она на дно ложится слепая зона слепая зона у дна что у гармина она существует когда приманка прям у дна как будто бы она уже на дне но там еще есть место так вот она у нас на дне начинаю поднимать 15 сантиметров поднял ее не видно еще 15 сантиметров поднимаю ее не видно вот она появилась где-то на пол метра но вот это в левой части в левой это какая-то трава на дне как я понимаю потому что она и в гармине тоже до этого гармине таких помех не было так посмотрим давайте теперь на дистанции подальше так опустила приманку на дистанцию на дистанции 20 метров вот она у нас видно пяти дюймовые видно даже он узелок на дне немного виден этом стоит флюр и узел морковка но когда мы ее опускаем вниз ниже она теряется все ее практически не видно пробовала сейчас подкручивать ротатор чуть левее чуть правее но угол настолько узкий что вот это вот прям идеальное положение где он где-то ее временами пытается увидеть вот она 20 метров 5 дюймовая приманка теперь мы опустим 32 датчик у нас появились помехи и попытаемся найти нашу приманку лорики вытаскивать не буду пускают попрыгивать немного помехи на три сторон принципе приманка тоже видно на три сторон будем двигаться дальше дистанция где-то 27 метров 20 метров вот актив таргет показывает приманку но это уже 8 дюймовая 8 дюймовый он еле-еле местами показывает местами она теряется опускаю ниже очень плохо и видно потеряется то появляется ротатор при этом я не кручу 32 датчик посмотрим что он нам скажет увидит ли он вообще еле-еле видно ее еле-еле видно ее принципе так же плохо как и на лорике но видно а теперь а теперь посмотрим что на этой дистанции покажет у нас 34 датчик насколько хорошо и будет видно надо переключиться на него так вот у нас 34 датчик ищем наши лунки нашу приманку приманку видно но приманку видно плохо поднесли нашу приманку поближе 8 дюймовую на 20 метров видно хорошо то это но на 20 метров у меня есть еще парочку луночек пару лунок на дистанции где-то сантиметров 75 и еще плюс 75 полтора метра это я хочу чтобы посмотреть насколько узкий луч сейчас у него прям идеально настроена чтобы прям идеально хорошо приманку видно что в одном датчике что в другом прямо на по центру у нас идет сейчас я переброшу в другую лунку сместил приманку в другую лунку на 70 сантиметров видно в том и в том датчике давайте еще сейчас смещу сместил приманку еще гармин и продолжает видеть хуже но видит лорик уже не видит то есть сместились мы немного влево и все больше приманку не видно чтобы нам ее видеть нам нужно чуть-чуть крутануть вот она появилась у нас характеристиках да но и написано то что у гармина луч 304 датчика пошире чем у актив таргета 2 как по мне это удобнее когда луч шире но кому-то удобнее когда луч уже чтобы конкретно прям на той же дистанции там 20-30 метров знать где именно находится коряжка они левее правее вот этих два-три метра чтобы не промахнуться буду подводить итоги что могу сказать но актив тарге 2 но это понятное дело что он лучше 302 датчика было бы очень странно если бы лоренс выпустила бы датчик который хуже старого датчика 32 с гарминовского по сравнению с 304 что могу сказать хороший конкурент очень хороший конкурент актив тарге 2 и 304 датчик приманку видит приманку да хорошо увидит принципе не сказал бы что есть какая-то прям глобальная разница что тот что тот видит хотелось бы да мне посмотреть как видно рыбу но здесь на карьере и в можно сказать нет если она есть то только там дальше там мелководья 3 метра и по 3 метрам ходить что-то высматривать не особо интересно проверял я актив тарге 2 на катере просто так на вот этом штативе ротаторе зимнем ротаторе проверял я как он показывает рыбачил я с катера на днях с 62 датчиком на катере у меня лвс-62 стоит и что могу сказать видит он вот сейчас тут вставочки вам вставляю как он видел вот это судак это я увидел судака на гармине и сразу же опустил актив таргет посмотреть как он будет виден на актив таргете виден хорошо принципе виден местами вот он у меня пропадает местами на гармине пропадает потому что я снимал на телефон надо держать телефон надо держать ротатор подкручивать педальки гармина ну на стоп кадрах видно что на 62 и на от 2 сюда хорошо виден судака этого я поймал через пару минут это оказался судак на 4 700 и вот так вот он выглядел интересно и непонятно почему у актив таргета не прорисовывается дно вот по сравнению с тем же 62 датчиком с катера все на том же видео можете видеть что гармина дно прорисовывается лорик но не прорисовывает но при этом в пол воды рыбу он видит по поводу самой головы я монитор называю головой lawrence hds 12 pro что могу сказать а что тут говорить вы сами видите что то же самое что предыдущий hds life то же самое визуально что спереди визуально что сзади что сбоку просто синие вставки сделали синие вставки больше ничего не меняли решили они почему-то оставить такой же корпус пластмасса без радиаторов допустим как на многих моделях гармина серии gps map также как гарминовский gls 10 сделан также из вот этих алюминиевых радиаторов чтобы когда он нагревался чтобы он остывал здесь же нет здесь внутри стоит просто процессор вентилятор и вот этот большая часть там пусто там пусто там просто этот вентилятор гоняет воздух поэтому многие кто пользуются лориками знает что проблема что они очень-очень сильно греются почему так компания лоренс никак об этом не задумывалась и ничего с этим решила не делать к сожалению сейчас из-за санкций нельзя заказать это все напрямую от производителя как раньше можно было зайти на сайт лорик заказать тебе доставили прям завода можно сказать также garmin hummingbird сейчас в россии к сожалению такой опции нету я покупал у знакомого у меня знакомый занимается достает эти все дела привозят все на гарантии все работает если что-то случается все на гарантии ссылочку я на него оставлю в описании вот у этого человека я покупал что делает сейчас компания лоренс если у вас даже есть просто какой-то знакомый который привезет вам с америки не с америки он в россии работать не будет просто вот голый завода он в россии не работает потому что компания лоренс позаботилась россиянах и поставила туда забыл как это слово называется гео 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 в общем в тут вы видите это слово из-за этого они у нас не работают выдают ошибку но ребята их перепрошивают переп перепаивают или как там это что называется как это делается в общем все работает вот как видели у меня и русский язык на нем и все хорошо и можно обновлять и все дальше будет работать но после обновления русский язык слетает но обычно можно его все равно потом найти также вот человеку который это все брал он сразу мне сделал чтобы он все работал чтобы мне не надо было искать никого нигде кто мне это сделает все сразу перепрошивается все хорошо работает чуть не забыл чуть не забыл сказать что комплектация у актив таргет мне не очень понравилось у них получается идет вот такая штука вот такая штука не с нулевым углом то есть в лунку она если вот так суда мы поставим датчик не пролезет датчик кстати 180 заходит в 150 не заходит в 160 я не знаю заходит он или нет у меня 160 бура нету но на вот этом стандартном крепеже он мне кажется и в 180 не зайдет искал я нулевой угол суда те кто пользуется паноптик сам я думаю знают что такое нулевой угол он нужен он нужен чтобы у вас датчик стоял у так вот ровно они у такой немного под наклоном когда он стоит так немного под наклоном вы то что видите сверху вы не то увидите снизу вы видите снизу то что находится сбоку потому что он вот так у нас стоит до грубо говоря ну не прям конечно по таким углом а немного под углом но все равно на глубине этот угол смещается и если у вас приманка падает вы ее видите она у вас падает вниз вы ее дальше не видите вам надо ротатор немного повернуть вот для этого нужен нулевой угол сейчас покажу на примере гармина вот думаю хорошо видно вот здесь стоит нулевой угол вот здесь нулевой угол а вот здесь не нулевой под углом искал я искал где его взять к сожалению нигде нету в наличии также не знаю подходит ли от первого актив таргета ко второму разные ли у них зубчики или нет если допустим 32 и 34 датчика эти зубцы разные они к друг другу не подходят то не знаю подходит ли первый актив таргет ко второму ну мне кажется подходит и если кстати еще дальше буду продолжать поиск если найдут этот нулевой угол правильный нулевой угол то оставлю ссылочку в описании то есть не сейчас а потом когда появится если ссылки нету значит еще не нашел если через месяц через два найду через неделю может быть даже то ссылочку оставлю в описании может быть кому-то пригодится потому что вещь очень полезная и не всегда ее можно где-нибудь найти вроде бы все что хотел сказать сказал если что-то забыл сейчас вставлю или текстом или дальше голосовым запишу дальше в видео уже дома когда все пересмотрю может быть чего-то не хватает видео по сравнению и вроде бы вроде бы все скоро рыбалки скоро опять налет только уже налет там где есть рыба там где скорее всего судаки будем смотреть как выглядят судаки в актив таргете как они видят в гармине как они все будут вести все будем снимать все будет очень интересно так что подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео не забывайте что в описании есть полезные ссылочки могут быть они для вас полезными где все можно приобрести по вкусной так сказать цене все всем спасибо за просмотр удачных вам рыбалок пока